Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на прямом эфире. Жду, когда вы подключитесь. И перед тем, как я анонсирую и представлю сегодняшнюю гостью, расскажу о том, что это вообще за серия эфиров. Представлюсь. Меня зовут Наталья Парабова, я редактор, издатель родословных книг и соведущая фестиваля Генэкспо-святки, который пройдет 9 января. Вместе со мной будет вести этот фестиваль Ольга Межуева, Екатерина Суворова, и за нами, конечно, отличная стоит команда наших Генэкспо. Здравствуйте, Женя, Оля, рады видеть. Сейчас ждем остальных. Итак, вот как возник вообще наш эфир, наш фестиваль Генэкспо-святки? Каждый из нас, из ведущих и тех, кто в нашей команде помогает готовить эфир, это Света Агапова, Ирина Белецкая, Тереза тоже, которая сегодня будет в гостях, также помогает в подготовке фестиваля. Мы все изучаем историю своего рода и однажды сталкиваемся с таким вопросом. А что же стоит за документами? Как можно объяснить, почему повторяются те или иные ли сценарии в роду? Почему у мальчиков с таким именем складывается одинаковая судьба? Вопросов возникает очень много, и мы понимаем, что не все ответы можно дать с помощью только документов, только сидя в архивах. И поэтому наш фестиваль Генэкспо-святки будет как раз в попытке ответить на эти вопросы. Мы позовем лекторов, мы уже позвали лекторов по разным темам, которые будут рассказывать, как можно работать с родовой историей, со своими какими-то сценариями в роду, с тем, что происходит, на что обратить внимание, с психологической стороны, как можно через регрессию туда подступиться, скажем так. Поэтому вот об этом будет наш фестиваль Генэкспо-святки 9 января. Мы вас на него приглашаем. Я думаю, будет очень интересно. Сейчас вижу, Тереса пришла, сейчас я её подключу и буду заодно представлять. Так, Тереза, так, всё. Тереза – это лектор Генэкспо-святки. Она выступала на наших фестивалях. Тереза из Томска изучает историю своей семьи. Здравствуй, Тереза, здравствуй, рада видеть. Привет, привет. Да, тема у нас, утро у нас с тобой сегодня начинается необычно, с прямого эфира. У меня уже один эфир прошёл. Я сейчас только прибежала, еле-еле завершила другой. Я немножко переполохи, сейчас я войду, прижим. Да, думаю, большинство зрителей будут смотреть записи, потому что сегодня рабочий день, да, и такое время 10 утра, поэтому мы приветствуем всех, кто и сейчас, и в записи будет смотреть наш эфир. И тема у нас сегодня очень интересная. Вот я с самого начала рассказала уже про Генэкспо-святки, про фестиваль, что ты помогаешь в подготовке к фестивалю, и что мы все, кто там, особенно интересуемся темами, да, а что же стоит за документами, да, вообще вот, за документами, касающимися истории семьи. А ведь стоит-то очень многое. И, Тереза, очень интересно узнать твой опыт, как ты вот работаешь сценариями, да, в Раду. Ну, о чём, с чем вообще ты работаешь? Но прежде всего я хочу задать тебе такой вопрос. Как давно ты в генеалогии, да, ты же работаешь в Томском архиве, помогаешь и свою историю восстанавливаешь, и другим людям помогаешь, да, заниматься восстановлением истории семьи. Расскажи, как давно ты вообще в генеалогии? Ну, как бы в истории семьи я всё время, сколько себя помню, у нас шли такие разговоры. Ну, вот именно как под запись, под книги, под дерево. Это папа у нас начал в 2005 году. У нас уже было дерево в черновом варианте, и потом в 12-м мы его оформили красиво. Ну, при этом ещё в 2008 книгу папа выпустил. Мы все в этом участвовали. Но он записывал только истории родственников, то, что рассказали бабушки, тётушки там и так далее. А именно поисками архивными я занялась в 2016 году. А до этого, вот, я скажу, с 13-го я начала проводить вот эти все обряды, ритуалы поминальные, там всякие штуки. И вот к 16-му году мне, например, дошло на конец, что нужно знать больше, чем есть. У меня эти все деревья уже были простроены, но на основании того, что рассказали, там примерно до пятого колена было по большинству веток выстроено. Ну, по отчествам, например, отцов. И вот в 16-м году я пошла в архивы, и сразу же и себе, и уже, вот как на форуме зарегистрировалась, в ЭГД там уже и заказы пошли. То есть вот почти пять лет, вот весна у меня. 16-го года, и такое прям активно я погрузилась, и вот до сих пор. Ну, сейчас немножко у меня уже другой этап, но примерно так, если коротко. Очень интересно, Тереза. Скажите, пожалуйста, нас видно и слышно, потому что Тереза у меня иногда становится квадратиками, но сейчас вот опять хорошо. Если, да, какие-то проблемы со звуком, с изображением, вы, пожалуйста, напишите нам, чтобы мы знали. Получается, Тереза, вот ты изучала историю семьи, тебе ещё такое богатое наследство досталось, да, от твоего папы. А скажи, а вот в какой момент ты поняла, что тебе фактов одних недостаточно? Что нужно как-то ещё на историю родов и можно посмотреть? Как ты вот? Был такой момент? Как, я не знаю. Я скажу, вот я, когда начала это всё проводить, вот всё, что я узнавала, всё, что можно, я это всё делала. Вот особенно там же по датам расписано, в какой период года, что делать. И вот это я всё это делала. А где расписано, подожди, где расписано? А, ну есть такой вот, кто не знает, кологот, да, то есть точки года ключевые, не знаешь? Ну вот это солнцестояние, там... Но это по славянской традиции, это расскажи. Ну да, 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 по славянской традиции. Ну там частично с другими традициями совпадает, вот не знаю, наверное, сейчас все знают, что такое Петру Пакша, вот в вентябре он обычно проводится. Ну я по всем. Вот что есть поминальное, я везде участвовала. Вот, и мне захотелось, ну такое, был такой момент, что нужно это нести в люди, что я тут, ну я не одна, то есть я вот в сообществе каком-то это всё мы обсуждали, вот у Ани Гокина. Там у нас было в ЖЖ ещё тогда закрытое такое сообщество, и мы писали, что можно делать, кто как что сделал и обсуждали. А мне хотелось вживую об этом говорить. И вот мне такая пришла мысль, что надо провести не больше, не меньше конференцию родовых практик, чтобы каждый, кто это делает, рассказал об этом. И вот я собрала людей у нас в городе. В каком году это было, когда было? Это было вот перед весной у нас что, солнцестояние, да? Да, весной солнцестояние, равнодельно, так, равнодельно. Весной солнцестояние было вот. Да, и мне нужно было вот к этому событию провести мероприятие. И вот это был март 2016 года. И вот я собрала, люди такие, да, это интересно, там и генеалогия, вот эти все практики, мы кто обсудили, кто чем занимается, и захотели продолжать, ну, таким же составом или еще кто-то, возможно, присоединялся. И я как организатор, как ведущая, мне нужно было как бы темы, о чем разговаривать на этих встречах. А я до этого еще тоже эту тему продвигала, я веду уже давно, когда с 2014 года, мастерские писанки. Да, ты об этом рассказываешь отдельно. Да, там тоже мы шли не просто так, там, какую тему, кому в голову взбредет, какой запрос будет. А именно по коллагоду, какой сейчас идет период, и какие актуальные задачи, чтобы быть вот в потоке времени. И вот было как раз вот эти, когда доступают поминальные периоды, мы писали эти поминальные писанки. И я там, ну, вот это, в принципе, все это рассказывала. То есть я уже сама выложила в люди, в массу отдала вот эти знания. Мне хотя, ну, надо что-то еще, а если мы собираемся, ну, не раз в неделю, раз в месяц, мне же нужно какую-то тему поднимать. И я понимала, что мне уже не хватает. То есть то, что я уже сделала, я уже рассказала, нужно какие-то новые. Ну, и вот тут ты пришла к тому, что надо искать дальше. И люди тоже, от них запрос идет. У меня-то все, ну, много для них казалось, о, это много, я там принесу свое. Вот у меня на такой бумажке. И они такие, о, у нас и такого-то нету. Ну, что, а как это делать? Вот, ну, запрос был у людей. Делать что, Тереза? Делать что, поминать именно или? И поминать, и составлять это древо, и эту книгу, и как искать. Если вот у меня, например, ну, было сделано то, что на тот момент это все по опросам было, ну, с родственников. И вот не сейчас, то есть если на тот момент я бы начала это делать, этого бы не было. Это уже было заранее сделано, пока еще живы были наши старшие. Вот, и у людей шел запрос, как это делать. И вот, а дальше я уже не могла рассказать. И я тогда пошла уже, вот, поняла, что мне надо искать. Вот в этот момент, как раз из-за того, что мне нужно было вести вот эти встречи и рассказывать что-то то, что я еще не рассказала. Вот откуда у меня это все началось. То есть получается у тебя за параллельность, да, твоя вот любовь к истории семьи, да, и желание изучать, и вот твоя деятельность как педагога, ну, как это можно сказать, даже, да, как проводника знания, да. И это встретилось в такой точке, вот, связанной с родом, с традициями рода. Правильно, да, я понимаю? Да. Ну, у меня изначально вот не было интереса именно вот, как сказать, ну, вот искать. Мне было важнее, важнее вот просто поминать, вот что надо помнить, надо знать вот это вот все. Телеса, а почему надо? Откуда тебе это вообще пришло? Потому что многие даже до сих пор, да, из нас не поминают или не знают, как поминать. Кстати, об этом мы будем говорить на фестивале Генекспо особенно, да, поминать, как поминать. Ну, у нас это тоже, вот сколько я себя помню, мы всегда, вот тоже есть эти праздники на Троицу, там еще на Радовнице или как там говорят, у нас родительский день, да, или во вторник там день, все родственники едут на кладбище. То есть у тебя были некие традиции в семье, да, уже сложившиеся, связанные с поминовением предков. Да, и это как бы, ну, нормально, мы в этом жили постоянно, и у нас вот как бы в одном месте одни родственники, в другом месте другом, и это как бы, ну, так вот, у нас вот так, мы так живем. Но мне хотелось как бы большего, что ли, что не просто вот, ну, поминать на кладбище съездить, а что, ну, когда вот я узнала, тем более, сколько обрядов и ритуалов, и что нуждаются в этом не только они, ну, даже больше мы. И мне, я вот это вот, ну, мне как-то зашла так быстро эта тема, и я вот прям искала, что же еще такое можно сделать, в какой же период еще там провести какой-нибудь обряд. А ты чувствовала вообще вот какое-то, ну, что ты чувствовала, когда проводили эти обряды? Ведь раз тебе хотелось, да, что-то было внутри такое, что тебя как моторчик, да, зажигало, и хотелось искать еще. Да. А что было такое, расскажи. Я сейчас так тебе не скажу, может, мне придет в голову, я скажу. Но у меня вот порыв был, и я делала, вот я прям делала, делала, делала. Дело там же много таких, которые, как бы, не стоит делать. А расскажи, пожалуйста, вот эти практики, которые, ну, вот поминальные ты, с которыми столкнулась, которые стоит делать, да, которые безопасны. Можешь назвать несколько? Что ж ты мне не задала заранее этот вопрос? Ну, например, я вот, я могу поделиться одной из практик, которую я провожу сама, тоже услышала о ней несколько лет назад. Я кормлю птиц, вот когда иду просто гулять с сыном в парк, или куда-то там, к метро у нас идешь, прям по парку, и я беру с собой. И когда я кормлю птиц, я называю фамилии своих предков. Вот для меня это настолько естественная уже традиция, да, вот поминовение. Причем это не связано ни с годом, ни там, ни с какими-то, да, праздниками. Это можно делать хоть каждый день. И я чувствую важность этого, да, что птички едят, да, и вот тем самым, как за вот дань моим предком, я... Ну, это да, это я уже, знаешь, я даже забыла, что это поминальная практика. Это тоже как вот зубы почистить, ну, особо зовут зубы. А многие еще из нас не знают, понимаешь, это же тоже я шла, изучала, да, несколько лет назад, там, вот... Вот какие еще практики? Это действительно самая простая, самая доступная. И безопасная. Да, да, тут ничего как бы не... Можно, кстати, да, это как идет, как вид пожертвования. То есть я кормлю либо вообще от имени наших предков, либо от имени какого-то конкретного предка. Например, в день его памяти. Тоже как вариант. Ну, это прям проговаривается, можно вслух проговорить, можно как бы себе в душе. Ну, самая действительно простая. Ну, тоже простая свечку просто поставить и сказать, я зажигаю эту свечу в там знак благодарности, ну, как какого-то нашего, или всего нашего рода, или тоже конкретного предка. Знак моей памяти и благодарности, там, моей, например, прабабушке. Кстати, я знаю еще, вот, историями делились в чате Генэкспо, да, лектора, и говорили о том, что даже у многих это такая традиция, перед тем, как пойти в архив, зайти в храм или дома, да, кто в какой традиции, даже свечу вот этому роду, да, или этому предку, которого вы сейчас ищете. И документы находились чудесным образом. Вот это тоже делились, говорили об этом, да, мы как-то... Да, ну, у меня вот, кстати, по поводу кладбища, вот я первый год прямо на кладбище там не вылазила, можно сказать. Это, кстати, вот такая тема, которая... А что ты там делала? Да просто прийти, вот, прибраться. Ну, там, без фанатизма. И, блин, принести блины, ну, или там какое-то угощение, только не спиртное, вот, прямо это табу спиртное на кладбище, ни в каком случае. Вот, и у меня, вот, у меня четкое было ощущение, вот, первый год, когда только еще, еще не начала вот эти архивные поиски, я поехала, в мае, наверное, был там какой-то день, поминальный, там же они меняются по датам. И вот у меня, ну, в Томске здесь похоронена бабушка, прабабушка, ну, в общем, несколько человек наших. И я одна туда поехала и все там это вычистила, причем я приехала без всяких там варежек, перчаток, там, грабель и все такое, просто руками голыми, а у бабушки в одном месте у нее там вот такие вот эти... Трава наросла, причем это май, а уже было ничего не видно. И я это все голыми руками выдрала. И потом у меня было четкое ощущение, вот я за полгода нашла всю ее ветку, вот просто там, не знаю, до 10-го, до 11-го колена. Это вот как я выдрала вот эти все там сорняки. А ты с намерением тогда это делаешь? Нет, я просто приехала, да, ну, приехала на кладбище. Я к могиле даже не могу подойти, хотя мы там постоянно бываем, а там все было заросшее. Я это все выдрала. И вот в тот же май вот я попала на этот ВГД, мне показали, как искать, но мне повезло. Я не знаю, это слабодение или так получилось, что вот этот Тобольский архив, там еще был этот АИС бесплатный, и я там пропадала все лето, и все их вот села и всех и нашла. Вот так же, как я приехала, это все выпало, так же я вот открыла их. Ну, ты увидела, да, этот параллель? Ты почувствовала? Да, это прямо, это четко было ощущение, что это потому, что вот я тогда-то вот это сделала. Вот прямо это однозначно было там без вариантов. А по остальным мы тоже, например, другая прабабушка у меня, она тоже похоронена здесь, в Томске, но мы ни разу, у нее не были, никто ни разу у нее не был на кладбище. Ну, то есть похоронили и все, уехали. И мы поехали искать. Ну, это вообще дохлый номер, это 62-й год, ну, там ничего не сохранилось, но мы там просто ходили по кладбищу с мужем. Это тоже такое, то есть я одна бы не поехала. Муж согласился, он понимает, что я как бы, ну, и одну меня страшно отпустить. И мы там ходили по этому кладбищу, там почти оно полностью заброшенное, и уже нашли могилу самую старую, ну, какую-то там, какого-то... А, нет, я нашла женщину близкую по году рождения с моей прабабушкой, и ей договорилась передать вот эти дары, там я огонек привезла, там свечку зажигала. Потому что, да, кстати, на кладбище, что куда мы, зачем мы ходим, считается, что они там голодные, холодные и жаждованные. То есть их надо накормить, напоить и согреть. Вот это мы и привозим. То есть водичку, молочко, вообще самое классное. Я не помню, что я привозила. А, ну блины, наверное, блины, зерно. Конфеты многие привозят, можно? Ну, конфеты, как бы, считается, что... То есть у них тогда конфет не было. То есть нужно такую пищу архаичную предлагать. Ну, не было. Почему? Было. Моя бабушка, например, любила определенные конфеты, и мы до сих пор вот ее вот именно любимые конфеты привозим. Ну, имеется в виду, что совсем когда-то там, когда-то давно не было. Что вот у них вот каша, хлеб. То есть как бы... А где ты об этом узнала, то, что надо привозить? Это как раз у Анны Вокиной, да, ты училась когда? Ну, и оттуда, да, я там уже сейчас не определю. Я много, как бы, источников. А, ну, кстати, вы позвали на нашу стилю. Да, у меня... Я все книжки скупила по вот этой поминальной традиции. Все, что нашла, тоже. То есть у тебя такой синтезированный, да, подход из разных религий, из разных... Ну, книги, это в основном славянская традиция. Это то, что вот этнографические источники. Это в основном мне тоже нравится, когда материалы конференций представлены. Такие сборники материалов конференций из разных регионов люди поступают. Вот это прямо... И вот ищешь такое, что тебе отзовется, что... Как бы, что я могу. Это получается как будто, да. Я выбираю, что мне подходит, что мне реально реализовать в моей местности. Потому что по срокам тоже не всегда совпадает. Что можно сделать на Кубани в этот срок, и то, что у нас не сделаешь, например. Ну, это да. А что еще? Смотри, мы с тобой назвали его, да, чтобы кормить... Ну, я не договорила про бабушку. Да, еще не договорила, извините. Да. И вот я это все собрала. Пришли, вот мы на какую-то там нашли могилку. Я попросила передать это как вариант, кстати. Что если мы не можем... Ну, у нас нет в доступе, извините, могил в наших предках. Мы можем прийти на другое кладбище и договориться, что передай, пожалуйста, нашим. То есть я ему даю подарочки какие-то, ну, угощения. И говорю, ну, правда, это вообще нормальная практика. Говоришь, вот это, пожалуйста, передай нашим. Ну, он как бы, да. Ну, там какие-то знаки или что. Вот именно тоже чувствуешь, куда положить и о чем попросить и кого. Но это у меня... Это просто так не надо делать. Это надо узнать, как делать. Ну, или чувствовать. Вот есть такое ощущение, что как будто я знаю, как это делать. Ну, что-то я прочитала. То есть я не знала, что это возможно. Я узнала, что это возможно. Потом раз, пошла и сделала просто. И вот. И передала я про бабушке. А по ней был... Я не знала, где ее искать. Тупик. И потом тоже вот, да. Очень быстро так... И все, это нашлось. Нашлось, но ты имеешь в виду документы прям, да, нашлись? Да, 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 в архиве. Прямо сразу вот. И там как раз получилось, что я ездила чуть ли не там на ее какие-то даты. Но потом уже это выяснилось. Так, это еще совпало. То есть вот ходить на кладбище, это одна из практик. У меня и папа. По другому прадеду тоже. Он был в другом месте похоронен, и никто не знал, где. Я тоже не могла найти по его ветке. И мы ездили с сестрой, искали эту могилу. Причем, ну вот, тоже. Но повезло. Мы заходим на кладбище, никто не знает, куда идти. Она говорит, давай спросим, вдруг знают. Я думаю, ну как знает, можно на городском кладбище знать какую-то там могилу. Ну ладно, на деревенском еще у нас там. Ну как бы мы действительно там знаем примерно. А сестра говорит, давай спросим. И вот спросили какого-то человека. Он говорит, нет, такого не знаем. А он говорит, фронтовик, мы говорим, ну да. О, ну тогда его сейчас найдем. Звонит, говорит, Иван Иванович, а ты знаешь, где такой-то похороненный? Он такой, ну конечно знаю. Сорок метров сюда, сорок метров сюда. И вот приходите. Мы такие, вот считали вот эти шаги. Приходим точно могилу. Мы вообще были в шоке, когда нам прямо рассказали, по какой тропинке куда идти. И мы прямо там оказались. И потом вот тоже вот раз, и все нашлось. Ну вот у меня такие были совпадения. Ну это отдельное прям, вот как ходить на кладбище, как не ходить. Это прямо техника безопасности. Это серьезное дело на самом деле. Что носить, что не носить, что там делать, что не делать. А где об этом можно почитать, узнать? Ну я не скажу сходу источники. Ну можно хотя бы загуглить. Ну минимум. Скажи основные три там правила, да, вот безопасность. Ну вот это очень сильно различается, кстати. Но по регионам очень сильно. Смотрите, как отзывается. Это связано с традицией того или иного региона, да? Да, да, да. Где-то, например, не едят на кладбище. Вообще вот просто запрет. А где-то, наоборот, вот прийти и такой пикник на могилах. Да, я у меня знакома. Да, это вот у нас так. Вот все вот у нас, как бы на его веку, все так делают. У нас, вся наша деревня ходит на пикник на кладбище. Ну, я имею в виду. Вообще где-то. А у кого-то, наоборот, нет, мы не едим на кладбище. Мы приходим их угощать на кладбище. Ну самое такое, прям вот совсем везде, это ничто не брать с кладбища. То есть, если вот это их, то не брать и не уносить. Даже фантики, даже, ну, мусор-то можно, да? Ну, мусор, но ты его не износишь в кладбище. Ты, как бы, ну, определенное место, да. Ну, ничего не забирать. Вот это им принадлежит. Это прям вообще, вообще-то совсем-совсем табу. Как интересно, Тараса. А потом, да, вот когда мы уходим с кладбища, это вот мы моемся. Я все время с собой ношу, или если нету, воду на тело, на ноги, вот прямо вот вся вот так вот водой этой. И сзади себя лью. Это считается, что как бы, ну, кто-то мог там, там же много всяких разных сущностей. Не знаю, как кого-нибудь напугать. И они могут прицепиться просто на нас. И вот так вот их смываешь с себя. И за собой, вот тоже такой, как оберег, почему зерно сыпят? Это, то есть считается, что вроде как они набросятся на зерно и отвлекутся от тебя, как бы. И вот за себя зерно бросают. Да, и не ходить вот после захода солнца на кладбище. Ну, это, кстати, все знают, это интуитивно ты сказала. У нас даже, кстати, после обеда на родине, да, в Сибири. Ну, там тоже, да, в общем, есть такие периоды, когда нежелательно ходить. И тоже ходить не каждый день. Есть определенные дни, например, вот суббота, ну, еще четверг там на крайний случай. Я вот помню, еще бабушка рассказывала, то, что я... Говорит, зачем вы ходите, просто так нечего там делать. У нас дела. Это кто-то ей, ей такой солнце снился. Вот я вспомнила, бабушка рассказывала. Не надо ходить, потому что у нас дела. У нас кого-то там хоронят или еще что. Мы должны быть там. А вы нас отвлекаете. То есть, ну, как бы, вы приходите к нам, мы должны с вами тут сидеть. А у нас там дела, вы нас отвлекаете. То есть, не ходите. Ну, такое, как бы. Ты сказала еще, сон, это тебе снился сон, в котором тебе... Это бабушка. Нет. Бабушка рассказывала ее сон. А, ей снился сон, да? А тебе через сны тоже приходила информация о твоих предках или какие-то подсказки, может быть? Ну, мне снятся сны, но я так поняла, что они поняли, что не надо ко мне приходить. Вот у меня прям точно четко такое ощущение, что они приснятся, и я об этом себя, ну, не очень хорошо чувствую. И они такие, ну ладно, ок, понял, все, отсталось. У нас, смотри, с тобой комментарии есть от Марины. У евреев принято делать омовение рук при выходе с кладбища. Везде установлены специальные краны. Как интересно. Я, кстати, так не делала. Видишь? Руки, ноги, да, помыть. Чтобы, да, кстати, вот эту землю, чтобы не принести в дом складбищенскую землю, обувь помыть желательно. Вот что ж. Сейчас мы на кладбище застряли. Да, наша задача сегодня, знаете, как поговорить, да, об этом, о том, что каждый из нас на практике делает. Если кто-то из зрителей наших впервые слышит, вы не пугайтесь, пожалуйста, да, потому что практик действительно очень много, и они работают. Главное делать, как сказала Тараса, безопасно. Если вы чувствуете, что это вам не откликается, то лучше не делайте, да. Ну, еще детишек тоже не рекомендуются. Слушай, а вот по поводу детишек. Вот ты знаешь, у меня тоже, это спорный очень вопрос, знаешь, почему, потому что есть разные традиции, даже вот в моей семье несколько культур там, да, слились, и по одной традиции, например, детей не берут до семи лет, да, на кладбище, а по другой можно носить хоть грудничков, хоть, я не знаю. Я пока ребенок, сына ему четыре с половиной, я ни разу на кладбище не брала. Но я вот чувствую, что в пять лет ему, мне кажется, уже можно. Вот это тоже как... Ну, у нас берут всех. Ну вот. А вообще, как бы, считается, что нежелательно, что у них еще психика не сформировалась, еще вот это поле у них защитное, не настолько плотное, чтобы они могли себя защитить. Как бы, ну, еще по ребенку все же люди разные, все дети по-разному реагируют. Ну, у нас всех таскают ее нормально, как бы. Ну, я вот уже своему говорю, что там он лишнего не делал, как бы. Ну, и он так, ну, слушает. То есть, смотри, мы с тобой даже уже в разговоре приходим к тому, что есть определенные правила, да, что даже если мы хотим помянуть, да, наших предков, или как-то вот этот наладить связь, а ведь я точно знаю, что в моей жизни точно эта связь есть, да, и ее не объяснишь через документы, да, через какие-то факты, но в жизни я точно ее вижу и наблюдаю. И вот чтобы наладить связь, тоже нужна определенная техника безопасности. Мы об этом еще раз повторяем с тобой. Да-да-да. Говори. Это прям вот первый вопрос, когда вот хотите что-то вот такое делать, вот просто выясните, что нельзя делать. Ну, вот ты кое о чем сказала уже, да, Свой? Давай пойдем дальше. Вот смотри, мы сказали, что вот как налаживать, да, эту связь с помощью, там, кормления птиц, поход на кладбище, да, тоже может быть вот как раз к нашим предкам, это отдельная такая тема, требующая тоже изучения. А как еще? С помощью чего ты вот налаживаешь эту связь, да, отдаешь дань, может быть, предкам своим? Ну, вот писанки, например, да, ты говорила? У меня нет такого, что я ее налаживаю, она у меня есть. Она у тебя есть. Это как бы, да, я ее... Ну, видишь, ты раз не все ее чувствует, понимаешь, не все чувствуют. Многие только сейчас, да? Это навык, Наташ. Вот ты делаешь это, и оно появится. Ну, вот что еще можно делать? Что ты еще делала, чтобы появилось? Что я делаю? Расскажи про писанки свои. Писанки. У меня нет поминальных, чтобы показать. Просто вот писанка, это яйцо. Очень красиво. Это живое сырое яйцо, расписанное воском, это расписывается воском. В краску просто окунают, что я не взяла. Они бывают разные, на разную задачу. Это все, ну, на другие задачи. А поминальные, они отличаются тем, что они все синенькие. Синий фон, белый узор. То есть мы воском... Похожая техника на батик, может быть, кто-то знает. Когда закрываются воском то, что не должно быть покрыто краской. Вот. И это такое обрядовое, медитативное занятие, когда вот ставишь задачу сначала. Ну, то есть про поминальные писанки говоришь, что, например, я хочу, например, вспомнить кого-то, выразить, да, вот. Благодарность, например. Или, да, вот я прямо вот какое-то время я писала, писала разные писанки, а потом до меня дошло, что можно на любую задачу писать поминальные. То есть к предкам обращаешься и говоришь, вот у меня такая проблема, там, хочу квартиру купить, например. Ну, любое. Ну, первое, что в голову, пришли там замуж выйти. И вот, ну, вы же, как вам и мои старшие, а я ваш младший. Ну, вот проблема у меня, просто хочу вот рассказать, например, да, что у меня проблема такая. И вот, ну, отдаешь как бы вот свое. Они же большие, и их много. А ты же маленький. А они-то все там знают, что делать. И вот пока пишешь, ну, озарения будут идти. Ну, в смысле, расписываешь эту писанку. или вот, ну, я вообще отступаю от всех канонов, я чувствую, как бы, что я могу делать или нет. Я пишу, писала несколько раз писанку, что я говорю, вот, дорогая моя бабушка, ну, там, не важно, я хочу тебя найти, но не могу. Вот у меня такая задача. Пожалуйста, ну, дай мне какую-нибудь подсказочку. Да, вот, как бы, ну, наводочку, ну, хоть что-то, как бы, вот, потому что я чувствую, что, ну, вообще, вот, не знаю даже прям, что делать, никакие вариантов у меня нет для проверок, например, версий. И я пишу писанку. И вот, когда она пишется, вот, с запросом, обычно она не пишется. Ну, то есть, воск не льется, там, свечки коптят, или, там, свечки гаснут, яйца бьются, краска разливается, там, вот, ну, в общем, происходит все, что угодно. Это значит, запрос неправильный, или что? Не, ну, да, кстати, как вариант это, да, это запрос неправильный. И это может, ну, там, как бы чувствуется тоже все. Либо они такие говорят, так, сейчас по этому вопросу, не обращаемся, например. Это тоже может быть как вариант. Либо это может быть, вот как раз уходит та помеха, которая мне не дает увидеть, простроить план действий, например, по конкретному поиску. Вот у меня один раз даже писачок сломался. Не принесла, как выглядит писачок. То есть, чем писать, пока я писала писанку, у меня сломался писачок. Он же вверх, деревянный, да, я, по-моему? Металлический. Металлический, переломился. Там полуроволочка довольно толстая, ну, больше миллиметра. И она просто отломилась. Я не помню, написала я писанку или нет. А я как раз писала, что помоги мне тебя найти, пожалуйста. Я прям, ну, я... Мне кажется, тоже я неправильно немножко поступила. Я прям уже требую, ну, бабуля, ну, совесть тебе и нам. Хочу, дайте, да? Да, да, я хочу. Да, есть такая. Вот. И как бы я так посчитала, что это был такой, как бы, оплата. То есть, ну, как говорится, твое желание не исполняется, пока ты еще не оплатил достаточно, да, не вложился. И вот у меня было тоже четкое ощущение, что это была как раз вот эта оплата за информацию. Эта информация пришла к тебе? Пришла. Пришла, да. Ну, я не только писала. Через архивы или как? Да, конечно, да. Через архивы. У меня там была такая... Я где-то рассказывала эту историю, может быть, весной вот когда на Генэкспо, что я не знала вообще, где искать. Это священники, они же переезжают там по-разному. Да, скажем, вот когда-то в роду были священнослужители. Да, и вот я искала, где мне найти, когда у меня женился трижды прадед. Все вокруг обыскала, где он служил, нету. Я оказалась вообще там в соседнем уезде где-то за 500 километров, я не знаю, где он ее нашел. И как я ее нашла, я уже не помню. Но я ее после этого, я ее нашла. Ну, то есть как бы вот я вот так иду. Ну, я не уверена, что это есть хорошо и как бы повторяйте мой опыт. Ну, я вот так делала. Ну, ты чувствуешь, потому что, видишь, ты чувствуешь и идешь осознанно в это, наверное, поэтому... И там много как бы нюансов, то есть вот как бы инструкции такой нет. Берите, пишите писанку, просите бабушку, и вам там будет счастье. Ну, скажем, что писанкам тоже обучаются, да, определенным рисункам, что ты проводишь такие, по-моему, да, вот встречи в Томске. Можно в любом городе, да, обучиться этому при желании? Можно, да, можно и онлайн, но только нужно самому иметь все эти инструменты. Нам довольно много чего надо иметь с собой. А можно, конечно, проще найти. Так что, если вы хотите, вот, Тереза, у тебя когда будет еще такое занятие? Я не назначаю. Я иду от запроса. То есть если людям надо, я говорю, пожалуйста, ну, договоримся. Тереза, у меня есть такой запрос. Вот после нашего эфира хочется, давно хочу, ты знаешь, написать, но вот у меня почему-то не складывается даже с инструментом. Я даже вот, понимаешь, не могу их заказать, вот этот писачок. Ну, думаю, все время сложится. Ну, вообще, да, мне очень нравится вот эта практика. Она потому что вот что еще тоже мне дает? Я вижу, я не знаю, как это называется. То есть я пишу, мне недавно муж пытал, как ты видишь, где ты видишь, я не знаю. То есть я пишу писанку, то есть мне же надо смотреть на рисунок, который я пишу. Мне нужно сидеть, посмотреть, как я на яйца это выложу. Я еще параллельно беседую-беседую вот с тем, кому я пишу эту писанку. И ответы мне приходят вот, ну, какими-то образами. Ты считываешь информацию, видишь? Да, да. Это, во-первых, ну, вот так вот идет в этих образах. Во-вторых, это по телу. То есть, например, ну, там, кого-то в жар бросает, кого-то в пот, там, у кого-то что-то начинает болеть, там, голова или... Особенно колени, да, по психосоматике, это как раз предки, строки, да? Ну, там, как бы, неважно просто, что вот что-то в теле происходит, кто-то реветь начинает, кто-то, наоборот, смеется. Вот я сколько, мы писали, встреч у нас было по опоминальным писанкам, у каждого какая-то реакция по телу. У кого-то страх, то есть он такой весь сидит, замерз, оцепенел, там, дрожит у него, вот так вот все трясется, он не может там эти линии написать, у него вот такая вот линия выходит, вся кривая. И вот таким образом на эту писанку вот это состояние тоже переходит. Бывает. То есть либо наше состояние как бы сливается, то есть с нас снимается, на эту писанку переходит, либо вот тоже, ну это для тех особенно, кто продвинутый, кто со мной несколько раз писали уже вот именно упоминальные писанки, они, у них получается портрет этого предка. Мы потом сидим и смотрим, и говорим, да. То есть вот, и как бы, ну она, мы все писали один и тот же узор от нами. Ну это прямо вот портрет, вот смотри, там она такая там худая, там толстая, там замерзшая, ну как бы какие-то образы рождаются, и мы все смотрим, правда, вот она у тебя была какая-то там, ну даже мы не знаем этого человека, она приедет к девушке, женщину, ну то есть она и легкому предку, которого я никогда не видел, а конкретного предка, которого вот я знаю. и мы смотрим на ее писанку и рассказываем, какая у нее была бабушка. Она говорит, да вы откуда знаете? Мы говорим, да мы не знаем твою бабушку, мы видим твою писанку, и мы просто озвучиваем образы, которые, ну, к нам приходят в связи вот с тем, какой эта писанка у тебя получилась. Ну это ладно вот, ну, по тем предкам, которых ты знаешь. А я люблю писать вот, по которым не знаю. И они тоже показывают, вот какие они. Это вот моя самая любимая тема, наверное. Как интересно, слушай, я даже... Мне дарили такие писанки, я сама не писала, но мне вот дарили, делали для меня, бережные, правда, там разные. Вот, но мне прям захотелось, честно, в эту тему погрузиться, глядя на тебя, как это бывает интересно. Очень-очень прием. Да, я потом сижу, я прям параллельно записываю вот эти вот образы, и там как раз они дают идеи для поиска. Ну, ты это видишь, но не все, наверное, способны это почувствовать. Ну, это тренировка. Если хочешь, просто то делай, делай. Ну, можно просто, да, писанку потом прочитать. То есть можно это не видеть в образах, можно хотя бы вот по телу. Ты же по телу можешь понять, что тебе холодно или жарко там, ну, как бы страшно или тебе или нет. Ну, хотя бы вот на этом уровне начать. А потом, ну, кто-то может тебе помочь прочитать ту писанку, которая у тебя получилась. И вот этот портрет попасть. Увидеть это, ой, это я так люблю. Слушай, а писанки ты в определенные дни сейчас пишешь, или, как ты сказала, по запросу? Или в поминальные дни? Можно по запросу? Ну, в основном, да, есть определенные периоды, когда их пишут. Ну, идеально это вот май. Май там до семика их пишут, потому что там считается как... А что такое семик? Семик это один из таких праздников календарных, славянских. Он в начале июня. Там как-то, по-моему, сейчас завязаны еще на церковные. Ну, я на это не ориентируюсь. Я, ну, как бы по-народному. Там первые дни июня. До семика пишутся эти... До троицы, наверное, вот в нашем православном. Троицы там через какое-то время, после семика, по-моему, недели две. Я точно не скажу. Вот, и их нужно отправить. Ну, либо можно их отнести на кладбище, либо их отправляют по-хорошему по реке, на такой плотик делают. Писанки, да, ты имеешь в виду? Да, да. И как бы они должны вот до вот этого, 25-го, который декабря, до этого времени дойти туда, где вот по этой реке, ну, там же река между разделяет мир живых, мир мертвых. Вот они к этому времени туда доходят. То есть вот, ну, время вот это полгода, получается. Нет, не полгода сколько. Не, полгода, да. Полгода почти. Они должны вот успеть прийти туда. То есть желательно писать вот в этот период эти писанки. Но мы можем, то есть вот клинануло мне, хочу. Вот у меня такая потребность. Ну, это тоже, это надо чувствовать, как бы. Лучше вот соблюдать, как бы поначалу соблюдать вот эти все, ну, хотя бы календарные вот эти сроки. Ну, если уж совсем прям, то суббота. Желательно. Ну, мы поняли. Ну, конечно, писанки, особенно первый раз, это нужно писать точно под руководством. Человек, который в этом понимает, да, чтобы он помог. Ну, я, кстати, писала сама. Мне сказали, что есть писанки, да. Я пошла, села и все это с тобой сделала. Потом я только уже пошла. Я пошла, да. И потом, ну, у меня, кстати, вот по писанкам, вот у меня такое ощущение, что либо я сама их писала когда-то там, либо кто-то из наших, хотя у меня с Украины никого нет, а она больше на Украине расспросила. А, да, вот, кстати. Тоже так, я сейчас вспомнила. Эти писанки мне пришли, когда я мужниными начала заниматься. А вот они как раз с Украины. И вот я, ну, трудно мне объяснить, но как раз почему-то у меня ощущение, что вот именно с одной ветки вот они мне пришли, как бы вот они мне передали, что ли, вот как-то так точно было. Ну, ты же подключилась, ты фамилию уже поменяла? Поменяла фамилию? Да, да. Ну, ты же подключилась к роду мужа. Вот, вот, наверное. Потому что мои вообще, как бы, к той местности никакого отношения не имеют. А вот мужнины, да. У меня такое ощущение, что это вот от них. Там какой-то вопрос я не могу прочитать. А, да, Татьяна написала. Я думала, что писанки можно писать когда угодно, чтобы выяснить причины и писать. Писать когда угодно. Ну, да, Тереза говорит, что если есть вопрос... Смотря какая задача. Всегда мы смотрим на задачу. То есть просто мы можем писать когда угодно. Просто мы тогда идём на своей силе. А если мы пишем какие-то даты или в какие-то дни, то мы как бы... Да, мы в поток включаемся. И тогда и природная сила там идёт на это. И ещё кто-то тоже пишет в этот период, например, писанки. И тогда мы вот на вот это объединяем всё. А так мы её, конечно, я могу сейчас, естественно, писать. Но это будет, ну, только вот я на своём. А как бы, ну, ресурсы-то свои нужно бережно идёт. Про писанки... С тобой можно несколько эфиров отдельно сделать, мне кажется. Это да. А скажи, вот помимо писанок, да, ты ещё сказала, что куклы. Ты делала сама куклы? Куклы, да. А куклы, как куклы связаны, вот можно связать с нашими предками, с восстановлением истории семьи? Первое, это то, что куклы... Да, вот. Я взяла, чтобы показать. Я, правда, недавно делала куклу. Это тоже был на солнцестоянии, да, в декабре. Вот. И не по этому запросу, но вот примерно так может выглядеть кукла. Ну, может, да, они разные. Они разные. Они, во-первых, то, что делали предки, например, вот когда мы учимся ткать, например, или там, не знаю, и стрелять из лука. То есть то, что делали они, а сейчас не делаются. Это мы вот как раз канал налаживаем. Подключаемся, да? Да, да. Когда, ну, просто потом руки вспоминают сами, как это делать. То есть я даже не видела, например, как вот, ну, связала, написала писанку. Как будто вот кто-то мне сказал. Или вот, ну, тоже это качество. Когда, это первое, то есть куклы, кукол крутили, если я кручу, значит, я делаю то же, что они, и как бы во мне это просыпается, их вот умения другие тоже. А нам надо их будить? Ведь не всегда эти умения. Это не про буждение. Это про то, что оно во мне уже есть. Я просто это не использую. То есть это такой инструмент, очень, вообще крутой инструмент, действительно, если его освоить, по работе вот и со своими состояниями, ну, по любую задачу, и там с желаниями и так далее. То есть первое. Я вот, как бы, то, что во мне есть, я это начинаю применять, оно как бы мёртвым грузом лежит. Во-вторых, зачем эти куклы, да, мы крутим? Да, мы про куклы сейчас говорим. Вот. Как они связаны с родственниками? Как, что можно делать? Как связаны с родственниками? Вот есть тоже разные куклы под разную задачу. Вот, например, я могу просто своё отношение к кому-то через куклу или выяснить, или выкрутить. Кстати, можно, или отладить. Например, у меня с кем-то конфликт. Я могу крутить куклу и понимать, почему у меня конфликт. Я крутила один раз на свекровь. А что такое крутить? Это значит, прям просто берёшь куклу? Ну, значит, вот они, да, они, ну, в смысле, крутятся, они же вот нитками там обматываются. Нитками, ниточками. Да, то есть это они все, вот ткань, ткани, нитки, ещё бывает береста идёт в основу некоторых кукол. Иногда деревяшечки. Но в основном просто мы их крутим. То есть мы закручиваем ткань там определенным образом, мы закручиваем нитками, это всё закрепляем, перекручиваем эти ткани. Вот, то есть на кукол мы можем скрутить какие-то свои состояния, либо чтобы это убрать, либо чтобы это отладить, наладить, исправить. Ну, так вот. Не очень отладить это лучше. Отладка, да. Да, да, латка, да. Либо вот как вариант, ну, тоже на желание их там крутят. И есть, вот куклы есть тоже на каждый праздник Кула Года крутятся там куклы. Ну, может, не на каждый. Ну, в общем, есть даты тоже, когда какая кукла крутится, во-первых. А ещё есть куклы, как это называется, куклы возрастных переходов. В каждом возрасте тоже крутится определённая кукла, чтобы войти в это состояние, перейти. Ну, давай расшифруем. Возрастной переход, например, от девочки, в женщину, да, там вот так? Ну, да, да. Там несколько как бы градаций. Или как, например, возрастной переход, замуж вышла. То есть была девка, стала баба. Тоже кукла крутится определённо, и там мы видим физиологически всё это, как происходит, что там меняется. Ну, или там женщина беременная и родившая. То есть это тоже. Всё это показано физиологически. И показано, как это меняется одежда. То есть сейчас у нас такого кода нет. То есть все носят всё. А раньше вот чётко было показано, что как одета девка, как одета молодуха, как одета нерожавшая женщина, как одета рожавшая женщина и так далее. Вот это всё на кукле можно увидеть. Вот. И когда мы это тоже крутим, мы это в себе отлаживаем. То есть какая я невеста была. То есть даже если я уже сто лет назад была невестой, я кручу невесту и выходят все мои какие-то закидоны по этому поводу. Я скрутила, она у меня кривая какая-нибудь, там криворукая, кривобокая, там какая-то вся помятая. Я это увидела, и я могу это отладить. Ей там сделать ручки ровные, ну у кого какие помехи там всплыли. И таким образом я отлаживаю себя. Себя, например, как невесту, или себя как молодуху. Даже если это было давно уже. Ну как вариант. Ну то есть может быть такая задача. А есть кукла отдельная. Вот она, например, тоже кукла. О! Слушай, это тоже кукла? Это кукла, называется поминальный крестец. Особая кукла поминальная. Тоже в этим. Она делается... Видно, нет, я не знаю. То есть это просто вот две палочки, и на них тряпочки, либо ниточки. Она крутится как раз, вот вообще такая супер поминальная практика, она простая, ничего тут вам не нужно. Берешь список родственников ушедших, и на каждого говоришь, а кстати, ну, собирается семья с запоминальным столом, и, ну, не обязательно список, ну просто как бы, если их много тогда список, ну, в смысле, кого знаешь. Иль говорит, а вот у нас был деда Ваня, и завязываешь на него... Стеннику мужскую, да? Да, да, мужские вот завязываются. Вот у нас деда Ваня, а вот он был такой-то, а у него характер такой-то, а вот один раз он такой вот нам вот тут устроил. Ну, вот, в общем, что-то про него... И вспоминаешь, да, о нем? Да. Всем, причем особенно, ну, важно, чтобы дети здесь были, рассказываешь, а вот у нас вот был такой. И вот так про каждого. Вот завязываешь на него тряпочку или там ниточку, и рассказываешь. Это может быть не один, ну, потому что день, ну, в смысле, вот этот период длится там примерно месяц, можно несколько суббот подряд, вот эти осенние деды собираются все за поминальным столом и рассказывают вот эти... Истории, да, о предках. Да. И вот таким образом оно передавалось, там нет как бы необходимости записывать. Все это каждый год по 150 миллионов раз слушают. И рассказывали, ну, старшие, да, родственники. И вот так оно передавалось. И потом, когда ее скрутили, ее относить на кладбище к самому старшему предку, вот я относила, ну, у нас это вот ноябрь, уже снег, то есть я не ходила в осенние деды вот это на кладбище относить. Я... Это называется «Хозяй, когда могу». А вообще куклы, вот, Саша, то, что спросила, сразу скажу, они тоже разные. Вот есть куклы, которые, кстати, я тоже люблю делать одну куклу, когда я в поиске ищу. Называется «Недоля». В поиске перков ты имеешь в виду? Да. Ты ищешь какую-то линию, да, тебе нужно, чтобы в архиве... Я, например, хочу кого-то найти, и у меня ничего не получается. А мне вот надо, вот, прям надо. И я сажусь и пишу. Не могу найти, ёпэ, как бы всё, что там я по этому поводу думаю и чувствую. Всё это вот выписываю на бумагу там. Не знаю, какие-то эти листы. Вот они у меня получаются. Всё, что написала, я хочу, 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 не могу найти. И я такая по этому поводу уже сердита, я уже прямо не могу. Потом беру это всё вот так скручиваю в сумочку. И вот на этой основе делаю куклу из какой-нибудь своей вещи старой. Ну, например, я майку какую-нибудь там хотела выкинуть. Её не выкидываю, я беру её, из неё куклу делаю. И эта кукла называется «Недоля». То есть, ну, я считаю, что вот меня обделили, мне не дали там информации про мою бабушку. И вот, ну, как бы это образ вот этой вот моей, того, чего мне не дали. Не доля. То есть, есть доля, есть недоля. И вот она моя, то есть, это, это как бы часть меня, которая не видит, не понимает, не знает, что делать вот с сложившейся ситуацией. В том числе и ситуацию эту не принимает, что вот, ну, я хочу, да, а вот мне, вот вынь да положь. И то есть, я вот это состояние своё на это, ну, выписываю, потом куклу скручиваю и сжигаю. Вот это сжигать однозначно. И вот пока я пишу, или когда я сожгла, мне сразу, о, а можно же ещё вот это проверить. Обычно там целый список. Ну, как бы, то есть, сидишь вообще вот так вот, ну, как называется это, рыба облёт. Ну, не знаю, что делать, а хочу вот именно этого найти. А когда вот это вот я всё прописала, скрутила, сожгла, сижу, да у меня целый список, ну, по крайней мере, версий, как я могу пройти. Рабочие, оказывается. То есть, я вот, когда сижу в таком упёртом состоянии, что я хочу и не могу, то есть, я, как бы сама себе противоречу. И я вот это с себя состояние снимаю, через руки вот это из себя всё выпускаю, и у меня вот, ну, какие-то шоры снимаются, и я вижу, что делать надо. И ты видишь, да, вот эти новые пути, которые лежали, можно, рядом, подсказки для поиска. Да, 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 да. Вот. А которые куклы, когда мы отлаживаем какое-то своё состояние, там мы чувствуем, кстати, с писанками тоже. Вот вообще, вот все эти практики, это на то, что слушать себя. Я хочу вот так сделать. Я иду и делаю. Либо если я не хочу это делать, значит, я это не делаю. То есть, я знаю, что там моя подружка это делает, но я это не буду делать. И я тогда не делаю, даже если все это делают. Ну, то есть, слушать себя. То есть, я не пойду на кладбище. Надо ходить, но я не хочу, я не пойду. Ну, например, да. Потому что, ну, я чувствую, что нет. Или наоборот, я не знаю, что делать, я пошла и сделала. Всё, как бы так. И с куклами, но ещё при этом, знаете, вот технику безопасности тоже важно. О чём мы с тобой несколько раз говорили. Тереза, а где можно про куколки вот почитать, да, как их делать, потому что, может быть, кто-то сейчас вот заинтересуется этой темой. Ну, читать я не рекомендую. Лучше найти человека, который вот знает, что делать. Ну, ты уговоришь. Потому что, знаете, сейчас в интернетах пишут вот так. Ну, я и Аня тоже в Окиной, у нас тут местная женщина, я много ходила. Начинала я с ней Ольга Овчинникова, кукла накрутит. Это просто, ну, как бы вот, лучше вживую, потому что человек тебе может такую, ну, маленькую капелюшечку показать, ну, как бы вот, где нужно отладить, где ты там не так делал. Там, ну, очень много нюансов, там каждая кукла своя технология, и это прямо, ну, надо вживую. Можно, можно, конечно, онлайн, но это не то, сами знаете, так же, как и про писанку. Вот. Куклы, это просто вообще вещь такая. Слушай, у меня писанки тоже очень, говорю, покажутся очень красивыми. Писанки, куклы, всё это, всё это близкое нам, мне кажется, вот такое вот, знаешь, в нашей крови. Я вот, думаю, вот мои... мои бабушки по одной из линий, я точно знаю, три поколения, как минимум, занимались сбором трав, излечением и заговором болезней. Вот тоже, и я, знаешь, уже так смотрю на траву, я сейчас тоже пью травы, и думаю, вот как откроется, не откроется, но мне это, вот сейчас травами лечиться, я стараюсь вообще таблетки давно уже исключить, да, вот именно прибегнуть к травам. Вот это тоже память, не память, да, моих прабабушек. Это у тебя в крови, ну куда, это ты захочешь, не денешься, ну куда ты. Тереза, хочу ещё, вот у нас осталось не так много времени, да, эфир очень интересный, мы говорим о том, о чём часто принято молчать, да, о том, как в генеалогии, да, можно вот помочь себе, вот эту связь с предком, у кого наладить, у кого поддержать, да, говорим сегодня. Скажи ещё, пожалуйста, ты ходишь на расстановке, я знаю, расскажи о последней такой части своего, да, вот, как, как там, следующее, да, расскажи. Это тоже как часть вот этой всей системы, получается, что писанки, что куклы, там вот всё идёт на образах, ну любые вот эти все практики, и на ощущениях по телу, что я чувствую, и как это называется, ой, я сейчас тут еду, то есть, не просто, ай, что-то там, почувствовать, а ещё назвать, что именно я чувствую, да, я что-то чувствую, ой, а что я чувствую, иногда даже боль, я чувствую боль, а какая-то у тебя боль, не может человек сказать, то есть тебе давит, колит, там, жмёт, ну, и так далее. Вот это прямо очень чётко, ай, нужно знать. Слушай, тема какая-то пошла, видишь, и даже у тебя камера. Вот, а на расстановках, кстати, да, я бы хотела сказать, да, расстановки бывают разные, и расстановщики бывают разные, и я ничего не знаю ни про каких других расстановщиков, я хожу только к одному, то есть, и поэтому, как бы, ну, ну, не то, что я там не люблю, или там, то есть, как бы, я не могу ничего гарантировать, что вы пойдёте там куда-то, и будет то же самое. Вот, вот к чему. То есть, не у всех есть квалификация идти в рот. Не у всех есть доступ идти в рот. И не все просто, ну, с этой темой работают. Кто-то, например, только с перинатальным периодом, или там, ну, с нашей жизнью. Ну, то есть, надо это, понимать это. Даже если я приду с такой задачей, кому-то, кто с этим не работает, ну, не сработает. Вот. Что я делаю на расстановку? Там, ну, бывает, короче, как, два варианта. Либо это опыт нашей жизни, либо это что-то рода. Ну, в основном, чаще всего. Вот у меня, сколько я хожу, у меня только, по-моему, одна была расстановка про меня, про мой опыт. Остальные, это всё было про предков. То есть, я, я, у меня какой-то запрос, но в основном, почему, как запрос формулируется тоже. Там нельзя сказать, я, вот я хочу там найти Марью Ивановну. Подожди, давай скажем пару слов про расстановки. Я вот тоже несколько лет этим занималась, я ходила. Там можно быть, правильно, заместителем, да, и можно быть тем, кто формулирует запрос. Например, вы приходите к человеку, он проводит расстановку в определённом месте, да, и вы туда приходите, например, формулируете запрос, да, я хочу там узнать там, или, например, да, что, узнать о своей прабабушке, да, или какую-то проблему в себе, да, может быть, разные я видела запросы, или там, блок с деньгами, кто приходит и уходит в род потом, да, и всё. Или вас, ваш род выстраивают, или вас зовут в другой род, да, заместителем. Ну, как бы, в таких, я знаю, что такое есть, что выстраивают, что выстраивают, как бы, всех там, семь поколений, или сколько, ну, где-то я в каком, у какого-то, да, я одного была человека, мы там всех выстраивали, но где вот я хожу, там не идёт от них, то есть, если они нужны, они выйдут сюда. А, всё понятно. Интересно. Вот, смотря какой запрос, например, если это, как бы, касается тема на уровне бабушки, зачем мне все семь поколений выстраивать? Нужна бабушка, придёт бабушкой, мы с ней, как бы, ну, решили. Ну, обычно, знаешь, как у меня выходило, что за бабушкой, там ещё стоит прапрабабушка, и там ещё выходил, ну, то есть, там системные были очень часто вещи, как всё начиналось не с бабушки. Ну, ну, как бы, понимаешь, как бы, откуда мы идём к этому? Это может прийти, да, до старшего, там, да, как они, основатель рода, или кто там, ну, по-разному у них, но если это лично было бабушкино какая-то проблема, зачем мне касаться этого, как он называется, хранителя рода, например, да. Ну, хранитель рода может дать силы и любовь на то, чтобы преодолеть. Ну, если надо, если надо, то он приходит, то есть, бабушка не справляется. Я сейчас, скажу, сейчас, подожди, ещё пару слов, может быть, мы просто, нам эти вещи понятны, да, эти методы, потому что мы сами так или иначе с ними сталкивались, если вам вы сейчас смотрите наши эфиры непонятно, мы о расстановках будем говорить на нашем вот фестивале Генэкспо-святке 9 января, у нас будет лекция посвящённая, когда придёт профессиональный расстановщик, да, и расскажет. Сразу говорим, и Тереза сказала, что все практики здесь нужно делать вот осторожно, да, слушайте себя, что мы ничего не советуем, мы делимся опытом, изучаем, да, потому что Тереза вот изучает разные практики, я тоже изучаю, и вот сейчас эфир об этом, да, чтобы вы не побежали сразу в ближайшее, не знаю, место идти от расстановки, к этому надо осознанно. Надо очень серьёзно выбирать человека, потому что там прям конкретно. Да, и зависит от того, какой запрос мы поставим. Мы всегда идём в запрос от себя, что у меня какая проблема. То есть не то, что я вот сейчас эту тему, я там у предков там что-то почищу, они там что-то сделали. Да, кстати, делать вообще нельзя. Ой, это вообще, вообще, просто вот табу. Слушай, проблемы чистить, это очень тяжело. Мы только на себя. Да. Мы не можем ничего для них сделать. Ну, мы маленькие, они большие. То есть, но это всё равно, вот как тоже наши, вот когда я хожу, она говорит, ну, представь, что твой трёхлетний ребёнок приходит к тебе и говорит, мам, ты чё вообще, причё за прическа у тебя дурацкая? Чё за платье нацепила? Ну-ка, снимай, иди вот это одень. Ну, как бы мы на него посмотрели? То есть ты неправильно там с папой разговариваешь, вообще обалдела, что ли, так нельзя. Ну, это вообще нонсенс. Вот, то есть мы запрос делаем от себя. Например, я не могу, не знаю, там, замуж выйти. Ну, выйти замуж. Какие бывают? Или там, у меня что-то болит. Или у меня там на работе нужно что-то делать, а я не могу делать, например. Или я хочу там продвинуться, например, по карьерной лестнице. И вот ставим тебя, я хочу замуж. И уже за этим запросом смотрим, кто там, бабушка там, или прабабушка, или мама там, ну, неважно. Была какая-то ситуация, брат, которая мешала. Обычно это какой-то человек и какие-то отношения, какой-то неразрешенный конфликт, какие-то непроговоренные чувства. Ну, вот давай приведу свой пример, вот он у меня прям всплывает сейчас, это вот в расстановке, как раз между там, моими прапрак, был конфликт, что отдали родителей за нелюбимого, но богатого, и не отдали за любимого и бедного. И этот прям конфликт в расстановке встал вот так, то есть со всех сторон. Это у меня было такое. Да. И всё, и как бы... А там блок идёт. Разруливается, да. Оно потом передаётся, как, то есть если вот она, у неё был, и она это не проговорила, не отгоревала, там не отплакала, никому не пошла, не рассказала, вот у меня такое горе. И это осталось, вот эта энергия, оно передалось следующему. Он с этим ничего не смог сделать. Передалось дальше. И вот так вот как бы до нас доходит. И потом уже как бы накапливается вот эта критическая масса, когда я сижу и говорю, я уже не могу с этим, я хочу по-другому, я не хочу вот... Ну, то есть я не знаю, я же не знаю, что это было тогда у бабушки, например. Я понимаю, что всё, я уже не могу тогда сделать что-нибудь с этим. И я прихожу на расстановку, говорю, вот это вот мне слишком. То есть если это была бы моя проблема, например, там, ну, замуж выйти, то я бы как-то с этим справилась. А если я уже, ну, вообще никак, то тогда это, ну, явно, что это что-то чьё-то. И надо разбираться, да, в процессе. Да, да. И тогда происходит там разотождествление, что ты это ты, я это я. У тебя твоя жизнь, у меня другая. всё как-то... Ну, и в поле бывает там кто выплатит, отплатит. Да, да, да. Это прям вообще. Ну, по поводу заместителей, я там что-то видела. А, всё зависит от заместителей. А много зависит от заместителей. Вопрос какой? То есть зависит тоже от задачи. Бывает, все заместители пришли сегодня, и все новенькие, все первый раз. И вот они какие пришли, значит, все подобрались под тот запрос, который тебе нужен. Поле самого выбирает. Да. Если тебе нужен там крутейший заместитель, как у меня на моей одной из первых расстановок, то есть она там вплоть до имени. Ну, я знаю, как меня зовут там и так далее. Значит, мне, вот мне конкретно тогда это надо было. А если не надо, то и не надо, значит, ну, как бы достаточно. Про вопрос доверия всем и всему, да, вот тоже. Да, то есть если пришли такие люди, значит, по твой запросу этого достаточно. И все. И оно, ну, как бы решается. Никогда еще не было такой проблемы, что ой, все стоят и ничего не чувствуют. И что же делать? Такого ни разу еще не было. Три года я хожу на расстановке. Каждый раз все решается. Тереза, у нас с тобой заканчивается время. С тобой можно серию эфиров проводить, потому что ты многими методами, да, и практиками пользуешься. Это очень интересно. И давай на сегодня завершать. У нас здесь слова благодарности есть, да, о том, что, какие потрясающие вещи вы рассказываете. Вот и наш фестиваль, да, Генэкспо-святки 9 января вот будет об этом, да, о том, что нужно проговорить, что так можно, да, что можно, вот как Тереза сказала, да, давай еще раз повторим, можно кормить птиц, да, и поминать родственников, можно сходить на кладбище, да, тоже соблюдая определенные правила, да, и тоже их там помянуть правильно, верно. Можно, да, сходить на расстановку, можно сделать куклу. И это все, это все помогает физически. Вот Тереза сегодня несколько раз, да, об этом говорила, открываются документы, находятся, да, вот что-то, информация о предках, где были тупики и так далее. То есть это правда работает. Да, это о том, что... После расстановок тоже у меня такие были случаи. Да, ну хочется расспросить, но давай уже в другой раз. Если, если захотите, пишите мне, потом мы продолжим наш эфир с Терезой. У тебя еще есть там несколько методов, как я понимаю, эфир с Терезой. О которых мы не рассказали. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо вам за отзывы. Я думаю, что это все очень полезно. Даже если сейчас есть у слушателей сомнения, да, или как-то, неужели можно так. Просто слушайте. Со временем, вот я тоже о некоторых практиках слушала несколько лет назад, да, вот, и только вот прошли годы, и я как-то к ним обратилась. А к некоторым нет. такой процесс очень интересный. Тереза, спасибо тебе. Что-то хочешь еще сказать на прощание? Нет. Нет, все так. Ну, меня как, я могу говорить позаправленно. Если что-то кому-то надо, я скажу. Да, как бы, слушать, не слушать. Вот если чувствуешь, что мое, иду, нет, так не иду. Как бы, ну, или прохожу мимо, и все, как бы, не пользуюсь. Не подходит. Да, не надо идти туда, где модно. Вот, кстати, тоже, вот, я хотела об этом сказать, сейчас очень много тренингов, очень много вот всего-всего, да, и кажется, туда схожу, там налажу. Ну, вот, тоже нужно аккуратно быть, как Тереза говорит, слышать себя. Прямо, вот, вот, хотя бы по телу. Вот что-то вот, вроде там, я собралась туда пойти, ой, такой крутой тренер. Ну, а сама чувствуешь, что сопротивляюсь? Нет, вот лучше, ну, не ходить. Прямо вот, слушайте себя, изучайте эти методы, да, разные, и приходите на Генекс по святке 9 января, где мы будем говорить вот как раз об этом. И пригласили, ещё раз повторю, расстановщика, регрессолога, психолога, будем говорить о семейных сценариях в роду, поэтому будем вас ждать 9 января, скоро будет уже расписание на днях, я думаю, до Нового года. Вот, Тереза, ты тоже приходи? Да, обязательно. Будем тебя ждать. Спасибо большое всем за эфир, желаем удачного дня, с наступающими праздниками. Да, рада была видеть. Спасибо, Тереза. До свидания. Взаимно, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok